Всем привет! Меня зовут Глеб Маркелов, и вы находитесь на канале Event Review, где мы помогаем вам готовить предстоящее событие. Сегодня мы поговорим о том, как создать идеальный образ жениха, почему костюм лучше шить на заказ, можно ли использовать костюм после события в повседневной жизни и сколько стоит такой образ. У меня в гостях Кирилл Ермолов, руководитель и создатель ателье по пошиву одежды Taurus Suits. Привет! Привет, привет, Глеб! Кирилл, как у тебя дело? Прекрасно, как у тебя? У меня хорошо. Расскажи, давно ли ты занимаешься этим сложным делом? Примерно уже около трех лет. До этого, конечно, я пришел в это дело из большой промышленной компании. Была не очень творческая работа, но во мне очень много потенциала, связанного именно с творчеством, с каким-то искусством, и в пошиве именно одежде я совместил свои различные интересы. Ведь создание костюма, пошив костюма для наших клиентов каждый раз это маленькое искусство, поэтому для меня это стало делом жизни. То есть каждый раз вы выполняете какую-то небольшую творческую задачу, в чем это выражается? Каждое мероприятие, каждый клиент приходит с абсолютно разными запросами. Не бывает так, чтобы кто-то купил один и тот же костюм два раза, потому что все у нас делается индивидуально. Поэтому и пошив костюма, он неким творчеством все-таки достаточно в большом масштабе является, потому что вроде как купить костюм достаточно простая вещь, костюм и костюм, а на самом деле нет. Очень много различных деталей, которые делают образ каждого нашего клиента, жениха, например, индивидуально, эксклюзивно. То есть у тебя достаточное количество опыта, чтобы ответить на вопросы, которые задают нам наши зрители? Да. Тогда к вопросам. Поехали. Кирилл, расскажи, какие главные правила при выборе костюма? Костюм жениха должен быть в гармонии с оформлением всей свадьбы, в гармонии с платьем невесты. Жених всегда на фотографиях был верен с невестой, в каком-то оформлении зала, либо площадке, где проводят мероприятия. И, конечно же, хочется потом смотреть на эти фотографии и видеть красивую картинку, где жених с невестой абсолютно прекрасно выглядят в их оформлении в мероприятии. Еще какие-то есть лайфхаки? Ну, в первую очередь нужно ориентироваться не только на оформление, но и на формацию о мероприятиях. Если это строгое вечернее, подразумевающее black tie, это смокинг, например. Если это мероприятие, которое будет проходить на берегу озера или моря, то это более легкие, комфортная одежда. И, собственно, мы подбираем именно такие материалы и такие фасоны, которые будут подходить для такого плана. Ну, если классика, то, например, в ресторане или в банкетном зале, где проходит, как правило, большинство наших свадеб, наши клиенты зачастую выбирают классику, костюм из трех частей, с жилеткой, в которой он всегда будет выглядеть превосходно. Считаете ли вы смокинги? Какие есть правила при выборе смокинга? И, может быть, какое-то правило можно нарушить? Смокинг – это большое количество правил, которые необходимо соблюсти. В первую очередь, что смокинг отличает от обычного костюма? Это пиджак, ласканный, либо шалевый воротник, которого сделаны из сатина, либо шелка. Брюки обязательно с лампасами тоже из сатина. Это наличие пояса, так называемого кушака, который одевается под пиджак. Строгая сорочка, которая отличается от обычной рубашки воротником стойкой под бабочку и закрытой планкой пуговичной, и обязательно лакированная черная обувь. Здесь очень мало правил, которых можно нарушить. То есть сейчас ты описал идеальный образ для человека в смокинге? Да. Для того, чтобы сделать смокинг более торжественным, более интересным, например, для фашилы можно использовать бархат. Бархатные, изумрудные или темно-синие смокинги, конечно же, сильно отличаются и делают образ одновременно и строгим, и очень интересным. Ты имеешь в виду бархат полностью для всего костюма или элементы, отделанные бархатом? Бархат только пиджак. В нем также ласканы либо шалеры от них сделаны из сатина. А брюки – это датонные черные брюки с лампасами. Но в любом случае нам нужны черные лакированные туфли, правильно? Обязательно. Потом в них и на свадьбу у дочери пойдешь. Понял? Это мы вырежем. Еще одним нарушением правил смокинга, например, может быть смокинг с крайне широкими ласками, то есть острие которых выходит за края плечей. Я так понимаю, что любое желание клиента вы воплотите и подскажете, как сделать лучше? Да, именно поэтому это наше дело называется индивидуальным поширом, потому что мы выполняем все желания, которые необходимы для наших клиентов. Если посмотреть, как одеваются на, например, церемонию вручения Оскара, это же классика, туда все приходят звезды в костюмы, сшитых у самых лучших кутюрьев в мире. Ну, то есть в Таурус Сьюц. Да, кстати. Почему ткани вроде на ощупь одинаковые, а по цене отличаются? Есть разные производители. Мы в основном используем для пошива нашей одежды ткани европейских производителей. Это в основном Италия, Англия, Бельгия. А это, наверное, лучшие производители в мире на сегодняшний день, которые есть, в принципе. Второе. Ткани могут быть разного состава. Если вы проводите мероприятие летом в жару, вам лучше подойдут более тонкие шерстяные ткани, либо материалы, в составе которых есть хлопок, лен, шелк. В таких костюмах вам будет легко абсолютно при любой температуре. Потому что они дышат. Да, они лучше дышат, потому что они тоньше. Костюмы шерстяные, они имеют от природы свои свойства. Ведь шерсть – это от природы одежда, одежда овцы, которую человек использует в своих целях. Поэтому из костюмов и 100% натуральной шерсти вам в любом случае будет прохладно в жару и тепло в холод. Это самое важное, что нужно знать о шерстяных костюмах. И цена ткани базовой может просто различаться достаточно сильно. Плюс ко всему есть люксовые производители, например, такие, как с Коваль, у которых просто потому что это очень крутой бренд, очень большая стоимость материала. Самый приемлемый бюджет по пошиву костюма у тебя. Но чтобы он был из шерсти, чтобы он был качественным, сколько, ты думаешь, нужно потратить, сколько нужно держать в голове? 35 тысяч рублей. Это будет костюм из пиджака и с брюк из 100% шерсти. Есть варианты как тоньше, толще. В принципе, порядка, наверное, 700 вариантов в этой ценовой категории. Разных по своей фактуре. То есть это могут быть и клетки по цвету различные, и полоски. То есть выбор достаточно большой. Если мы говорим дальше, то чем больше цена, тем больше выбор. Потому что производители стараются поддерживать очень большой ассортимент. И здесь в общей сложности, наверное, если сложить наше предложение, там, наверное, порядка 10 тысяч различных тканей, которые можно выбрать здесь, сейчас, сегодня. То есть без костюма от вас точно не уйдешь? Без костюма, рубашки, галстука, платка, точно. Ты сказал, стоимость 35 тысяч. Это под ключ, без дополнительных вливаний. То есть... Абсолютно точно, это все под ключ. Мало того, что даже если после свадьбы вы похудеете, либо наоборот, все-таки жена хорошо умеет готовить, потолстеете, у вас будет возможность в течение года прийти к нам, что-то скорректировать, ушить, либо расшить в каких-то местах, если вам покажется, что у вас фигура изменилась. Это будет все абсолютно бесплатно. Лучше, конечно, расшивать плечи, потому что после свадьбы все мужчины, как мы знаем, начинают усиленно качаться и заниматься спортом. Ну, по крайней мере, в это я хочу верить. Скажи, вы занимаетесь только пошивом костюмов или обувь тоже можете произвести? Обувь тоже делаем под заказ по размерам наших клиентов. У нас свое, собственно, небольшое производство, на котором вручную полностью изготавливается обувь. Это подошвы, собранные вручную из кожи, лучшие итальянские материалы для верха и, конечно же, ручной окрас, что позволяет подобрать именно тот оттенок обуви, который нравится вам. То есть мы смешаем и сделаем тот цвет, который им нужен именно вам, вашему образу. Обувь, которую вы шьете на заказ, она чем отличается от обуви, которую можно купить просто в магазине? Ну, во-первых, эта обувь делается по размерам. То есть, если, например, вам тяжело подобрать себе обувь в магазине, конечно же, проще ее сделать на заказ. Во-вторых, не всегда та модель, которая вам нравится, нужного цвета, может подойти вашему костюму. Не всегда модель нужного цвета вам нравится. Поэтому, если вам хочется действительно собрать именно тот образ, который вам хочется, вы видите себя, чтобы до каждой мелочи было все продумано, то есть вариант сделать это действительно полностью, заказав обувь на пошиву. То есть изготовление вещей на заказ – это максимально индивидуальный процесс, и вы можете собрать свой идеальный образ. Кирилл, расскажи, как устроен процесс пошива костюма? С чего начинается, чем заканчивается, сколько этапов и сколько времени вашему клиенту нужно будет потратить на это? Первая встреча проходит у нас в студии, где мы с клиентами, собственно, определяемся с тем, какой это будет костюм, фасон, посадка, материалы, обсуждаем все детали. Сколько по времени это занимает? В зависимости от клиента. Кто-то выбирает за 10 минут, а кто-то выбирает 2 часа. Вы не гоните? Мы никого не гоним. Главное здесь одно правило – больше троих участников на выбор костюма не допускать. Потому что если приходит мама, будущая теща, папа и еще кто-нибудь с невестой, то выбор, в принципе, можно сказать, что никогда не остановится, потому что у всех абсолютно разные вкусы, никто не выберет. Приходите вдвоем с невестой, этот выбор всегда будет. Взвешенный – это будет тот костюм, который вам будет нравиться двоим, и абсолютно точно вы будете чувствовать себя в этом образе комфортно. Дальше. Процесс снятия мерок. Мерки снимаем все там же, у нас в студии. Мы используем специальные примерочные модели, которые на самом первом этапе помогают нам определиться с тем, все-таки какая должна быть базовая длина, например, рукавов или длина пиджака. Через 3-4 недели у нас происходит вторая встреча, на которой уже практически готова в виде костюм. Здесь мы смотрим посадку и дорабатываем максимально деталь. Зачастую мы всегда просим наших клиентов прийти на встречу с той обувью, которая будет носиться вместе с костюмом для того, чтобы сделать длину брюк максимально четко под обувь. Ну и различные детали, потому что фигура даже за эти 3-4 недели может у человека поменяться, поэтому доводим все до идеала на этой встрече. Через 3-4 дня отдаем уже на новую встречу готовый костюм. Три этапа. Приходите в ателье, выбираете материал, выбираете элементы костюма, с вас снимают мерки, потом 3-4 недели, пришли еще разок, все подогнали, и потом 4 дня забираете готовый костюм. Да. Отдельно хочу обратиться к молодоженам. В среднем пошив занимает 4-5 недель. Пожалуйста, приходите к нам заранее. А есть ли возможность, например, какого-то ускоренного пошива? Да, конечно. Сколько максимально короткое время от примерок до изготовления? Две недели. Это максимально быстро, что мы можем сделать. Есть ли какие-то гарантии, которые вы предоставляете на свою продукцию, помимо того, что если мы увеличились или уменьшились в объемах, вы разошьете или ушьете? Ну, во-первых, мы для всех клиентов гарантируем максимальную посадку по фигуре. Это раз. Второе. При должном уходе, а всем клиентам мы даем четкие, правильные рекомендации, как нужно ухаживать за костюмом, к костюмам ничего происходить не будет. Он всегда будет выглядеть как новенький, если ему давать отдыхать, не носить его каждый день, если его чистить не в стиральной машинке, а давать все-таки профессиональную химчистку. Ну и, конечно же, нужно аккуратно относиться к любым вещам. Нет ничего вечного, но при осторожном отношении любая вещь будет служить вам долго и радовать вас. Кирилл, я уверен, что большинство мужчин интересует, помимо того, как на них будет сидеть костюм, смогут ли потом этот костюм они использовать после события, которое уже прошло? Да, конечно. В таких случаях мы рекомендуем выбирать матовые ткани без блеска, несмотря на то, что на свадьбе хочется выглядеть немножко более оригинально, ярко и торжественно, если вам нужно использовать костюм после свадьбы, повседневной носки, то остановитесь на тканях матовых, без блеска, без каких-то ярких акцентов, для того, чтобы выглядеть в офисе на работе органично. И потом просто сможете поменять какие-то аксессуары, добавить другого цвета платочек, другой галстук, и вот уже ваш свадебный образ превратился в повседневный деловой стиль. Ну и почему бы не использовать смокинг для похода к театру? Кстати, тем более, если у вас скоро свадьба, вам понадобится водить свою жену в театр, потому что для чего мы тогда женимся? На самом деле получается, что вы тратите меньше времени на пошив индивидуального костюма, чем если бы вы искали его в магазине, потому что я думаю, что все мужчины со мной согласятся, это не самое приятное времяпрепровождение, ходить по магазинам, выбирать только из того, что есть, а не то, что тебе хочется. Примерять это все 100%. На вас идеально не сядет, потом нужно будет идти ушивать. Проще прийти в ателье и шить себе костюм, и вообще не переживать из-за того, сядет он или нет. Кирилл, спасибо тебе большое. Я думаю, что ты отвечал на все вопросы, которые интересуют наших зрителей, и теперь им будет проще сделать свой выбор, и сшить себе идеальный костюм в твоем ателье Таурус Сьюц. Глеб, спасибо, что пригласил. Дорогие молодожены, приходите к нам в студию, мы сошнем вам лучшие костюмы, без всякого стресса вы будете выглядеть как звезды. Продолжение следует...